Встреча с Азербайджаном 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 Особое внимание уделяется усовершенствованию и разнообразию туристического продукта Так мы 5 лет тому назад только начали мечтать А сегодня уже это реально Что в Азербайджане есть и горнолыжные курорты Куда привлекается большое количество туристов И должен сказать, что наши туристические комплексы зимнего направления отличаются именно своим высоким уровнем. Дело в том, что там сосредоточены 5- и 4-звездочные гостиницы. Мы заинтересованы в традиционном потоке, который существовал из России. Российский туризм был всегда важен для важной составной части азербайджанского туризма, въездного, традиционной связи на уровне организации, дружественных связей, родственных связей, коммерческих связей, культурных связей, которые составляют очень важную роль. Поэтому мы решили участвовать в этом сегменте и предложить сегодняшний современный Азербайджан с его историческим наследием и культурным прошлым, новому, современному, пользующемуся современными технологиями, свободно ориентировавшись в потоке информации в интернете потенциальному туристу, который может выбрать разные туры, разные формы развлечения. Конечно, вот, наверное, вы видели рекламу, которую мы показываем по российскому телевидению, связанную с проведением в Баку корпоративов, гастрономических туров. Азербайджанская кухня снискала достаточно большую популярность и уважение на пространстве СНГ. И я думаю, что наше участие вполне закономерно. Мы заинтересованы в количественном и в качественном росте туристов, приезжающих в нашу страну. И мы делаем все для того, чтобы российский турист чувствовал у нас в стране себя комфортно. Тем более, что у нас нет практически языкового барьера. Все владеют русским языком, more or less, то есть больше или меньше. И поэтому, я думаю, традиционные связи гостеприимства, которые между нашими странами, они должны получить новое развитие. В этом причина нашего участия. Я думаю, мы будем частыми гостями на туристических выставках в России. Мы участвуем традиционно и на Митсе все время, и на московских выставках. Мы участвуем на выставках и в регионах. Но данная выставка «Конда Наст Травела» — это тот сегмент, который представляет для нас сегодня особый интерес. Так как мы работаем именно, мы видим развитие азербайджанского туризма в направлении, ну вот, сегмента чуть выше среднего. Вот это направление для нас прерогатива, и мы будем продолжать свою работу. Как известно, летом Баку принимает первые европейские игры. Готовятся ли какие-то туристические продукты в связке с этим событием? Безусловно, мы готовимся очень серьезно. Во-первых, у нас параллельно с европейскими играми, спортивной частью их, будет большая культурная программа, которая будет отражать и культуру нашей страны, а также и привлечением многих иностранных деятелей культуры. У нас готовятся специальные выставки в отремонтированных недавно музеях. Все театры Азербайджана, города Баку, будут обеспечены специальными переводными системами, которые позволят смотреть спектакли с переводом на английский и русский язык. И помимо этого, вы знаете, что в Азербайджане есть специальные, так сказать, туры, которые отражают те понятия, которые включены в список мирового наследия ЮНЕСКО. У нас есть туры и в Гобыстан, и по старому городу, и в то же время у нас есть специальные туры по коврам, специальные туры по келагаи, специальные туры по музыкальным традициям, муга, муашугам, что, безусловно, даст возможность вникнуть и почувствовать дух нашей страны во время игр. Мы очень серьезно готовимся, и я думаю, будет очень интересно всем, кто приедет в Азербайджан, прочувствовать дух современного города с его традициями и в то же время поучаствовать в спортивных соревнованиях. Ну, я думаю, все будет хорошо, судя по тому, как Азербайджан провел Евровидение. Вот как оно сказалось на туристическом потоке? Сколько сегодня российских туристов приезжает, и вообще основная масса – это россияне или представители других стран? Российский туризм составляет одно из главных составных в потоке приезжающих в Азербайджан. Должен сказать, что мы последние 10 лет шли все время по нарастающей, количество увеличилось. Особый фактор составляется в том, что для российских граждан не требуется виза для приезда в Азербайджан, как и для азербайджанских граждан в Россию. Поэтому тут нет никаких барьеров. Мы, к сожалению, должны констатировать, что в прошлом году небольшое уменьшение произошло, но это было связано с общим экономическим спадом по всему региону, поэтому удивляться не надо, и в этом наша задача – привлечь сегодня потенциальных туристов, которые могут сегодня получить те услуги, за которыми не надо ехать за 39 земель. Можно просто увидеть в соседней стране. Что касается Евровидения, то я должен сказать, что Евровидение дало нам увеличение потока интереса и туристического, так сказать, самого объема не в момент, а постфактум. Потому что это произошло, знаете, как эхо. Люди стали видеть, увидели, что это происходит, как это происходит. Конечно, Евровидение – это конкурс одной недели, там, пяти дней, и за эти пять дней, в общем-то, не так уж много счастливчиков, которые приехали, позволят себе. Что касается игр, то это более демократическая, так сказать, составная, тут другой сегмент, болельщики, и я думаю, что регулярная трансляция спортивных соревнований, реклама Азербайджана во время игр на средствах массовой информации, безусловно, даст второй, третий, четвертый поток волны туризма, который придет. Для этого мы и стараемся, мы не ждем все, что сейчас вдруг сразу пять миллионов приедут на время одных игр. Это произойдет по нарастающей в течение времени освещение и, безусловно, повышение интереса к Азербайджану. А сегмент ниже среднего Азербайджана? Вы знаете, Азербайджан, мы сейчас думаем, что после игр начнем сосредотачиваться на сегменте средний и чуть ниже, для того, чтобы у нас сейчас стимулируется строительство трехзвездочных отелей. У нас сейчас серьезное направление связано с лечебным туризмом, который традиционно рассеян. Нафталаны, это воды, бальнеологический туризм. И я думаю, что как направление сегмент средний и чуть ниже, он будет рассмотрен в перспективе. Потому что объективно сегодня, я должен сказать, что мы не можем составить конкуренцию объемом туристических услуг, как представляет Турция, Греция, где огромное количество этих туристических комплексов, которые обеспечивают круглосуточно. У нас более, как сказать, содержательная сторона, для нас более важна была все эти годы. Но, безусловно, мы подходим к тому моменту, когда туризм начинает играть большую роль в экономической составной, а тут уже сегментом люкс-туризма не обойтись. Безусловно, здесь должны открыться двери и для среднего, и ниже среднего. В любом случае, в игре на качество, не на количество тоже есть свои плюсы. Мы пока играем на качество, дай бог оно перерастет в количество.